Сегодня мы поговорим о самом опасном заключенном в Великобритании Чарльзе Бронсоне, который провел в тюрьме более 30 лет, побывав в более чем 120 исправительных учреждениях. При рождении Бронсону было дано другое имя – Майкл Гордон Питерсон, который родился в английской семье и был одним из трех сыновей. В отличие от прочих преступников, в детстве Майкла не было насилия или какой-то трагедии, которая бы могла повлиять на его личность. Он любил ходить в школу, хорошо учился, был вежлив с окружающими и близкими. У него было много друзей. Его тетя считала, что все началось с переезда молодой семьи, после чего, как она полагает, он попал под влияние дурной компании. После смены имени на более звучное имя голливудского актера Чарльза Бронсона он начал участвовать в кулачных боях. Также работал около года в сети эскорт-услуг. Некоторое время спустя он стал заниматься спортом, накачался и стал выступать в цирке. Несмотря на это, в 22 года он впервые попадает в тюрьму за вооруженное ограбление в почтовом отделении, где Бронсон украл всего-навсего 26 фунтов. За это ему дали 7 лет. Однако в связи с регулярным нарушением режима Чарльз Бронсон сидит до сих пор. Вот уже 36 лет. Из них 32 года в одиночной камере. В 1988 году он был арестован за ограбление. В 1992 вышел на свободу. Через 3 недели был арестован вновь за подготовку нового ограбления. В тюрьме прославился драками с охраной. Однажды он густо намазал свое тело маслом, а потом напал в голом виде на охрану тюрьмы. Он нанес несколько серьезных травм надзирателям, прежде чем поднятый по тревоге отряд спецназа смог его обезвредить. Сейчас Бронсон минует себя Чарльзом Сальвадором, и в 2017 году он женился в третий раз на актрисе Поле Уильямсон, которая раскрыла его детальный рацион, который она готовила мужу на неделю и передавала в тюрьму. Итак, меню Чарльза Бронсона. Понедельник. На завтрак 6 жареных яиц на тосте и сдобные булочки. Ланч. Целая жареная курица с картофелем и шпинатом. Затем яблочный пирог со взбитыми сливками. Ужин. Испанский омлет с чипсами, фасолью, а затем пирог с кремовой начинкой. По ходу дня также присутствуют закуски, традиционное английское блюдо Fish and Chips и кексы. Вторник. Первый прием пищи. Омлет из 12 яиц с литром тыквенного сока. Второй прием пищи. Тушеная колбаса с пюре и брюквой, а на десерт 12 чизкейков. Третий прием пищи. Куриная печень, лук и картофельное пюре. И на десерт три так называемых трайфла. Это традиционный английский десерт, который готовится с вареньем, заварным кремом и взбитыми сливками. Затем туда добавляется миндаль, фрукты и все это великолепие пропитывается вином. Снеки по ходу дня, орехи и 14 груш. Среда. Жидкий день, практически исключающий твердую пищу. Литр тыквенного сока, 3 литра воды, чая и кофе. 2 литра молока, геннесс. Это, насколько я понял, сорт крепкого пива. Четверг. Завтрак. 6 рулетов с беконом, 9 сосисок и 4 сдобных булочки. Обед. Говяжий биштекс на кости с хрустящим картофелем, тремя яйцами, грибами и бобами. Ужин. 12 рулетов с беконом, чайник чая, закуски из 4 рулетов с сыром, 2 рулетов с ветчиной, с французской горчицей. Пятница. 9 вареных яиц на завтрак, 4 куриные ножки, 8 кусочков тоста. На обед. Картофельная запеканка с мясом, луком и морковью. Затем на десерт джем-роллы с заварным кремом. Ужин. Говядина в соусе карри, 10 банок пива и мороженое. Закуски по ходу дня, 6 порций фасоли на тосте и коробка с финиками. Суббота. Завтрак. 3 порции овсяной каши, 9 сваренных яиц, 3 грейпфрута. За которыми следует крупный стейк с пюре и горохом и 4 груши на десерт. На ужин. Баранина, тушеная в котле, с пюре и 6 манчестерских пирогов. Снеки по ходу дня, фишн-чипс, 3 сосиски и мороженое. Воскресенье. Завтрак. 10 йогуртов и 3 арбуза. Обед. Целая индейка с жареным картофелем, цветной капустой и морковью. Ужин. Целый гусь с пюре и горохом. Закуски по ходу дня, говяжья вырезка и чипсы. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Бронсон не считает, сколько жиров, белков и углеводов он употребляет. Главным критерием его диеты, благодаря которой он развил невероятную силу и мощь, калории. Их у него, судя по всему, в избытке. Вес Чарльза Бронсона 96 килограммов. Рост 180 сантиметров. Ежедневно он выполняет до 3000 отжиманий в одиночной камере. Как тебе такое, Давидыч? Бронсон известен своей невероятной физической мощью. Как-то раз ему удалось согнуть стальные прутья тюремной двери голыми руками. Он совершил свой самый печально известный инцидент с заложниками в 1998 году, когда избил и связал двух иракских террористов и еще одного заключенного в тюрьме Билл Марш в Лондоне. Настаивая на том, чтобы его заложники называли его генералом, он сказал участникам переговоров, что съест одну из своих жертв, если ему не обеспечат вертолет до Кубы вместе с бутербродом с сыром и маринованными огурцами. В 2000 году он был приговорен к пожизненному заключению за то, что держал своего тюремного учителя в заложниках в течение почти двух дней во время тюремной осады и всячески над ним издевался. В 2009 году в Британии состоялась премьера фильма «Бронсон», в основу которого легла жизнь Майкла Питерсона. Главную роль исполнил Том Харди, который ради подготовки к роли специально приехал в одной из тюрем, где находился Чарльз, чтобы познакомиться лично с заключенным. После этой встречи Чарльз Бронсон сказал, что если бы кто-то и мог меня сыграть в кино, то это точно Том Харди. За время своей отсытки Бронсон написал несколько книг, одна из которых называется «Фитнес в одиночной камере». А вот и цитата из этой книги. «Я никого не боюсь. Насилие только делает меня безумнее и сильнее. Если вы будете заниматься согласно моим рекомендациям, вы все равно не добьетесь моего уровня». Но вы сможете добиться своего. И это самое главное. Надеюсь вам понравился этот ролик и хотелось бы узнать, чей рацион или может быть полноценную историю вы бы хотели услышать в следующий раз. Оставляйте свои комментарии под этим видео. «Старль» 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 «Всего counsel这и» «Старль» «Всегоследarius» Продолжение следует...